Всем привет, дорогие друзья! Минимум раз в день я вижу, как в игровом чате кто-то из новеньких игроков пытается разузнать у бывалых задротов, как же ему получить желанного скакуна. Чтобы можно было просто молниеносно и с ветерком добегать от таверны до края своей базы. На что таких любозательных игроков ждут либо нахуй, либо в гугл. Хватит это терпеть! Там уже кому как повезет. В общем, не суть. Когда я решил найти эту информацию самостоятельно, понял, что как таковых ответов на этот вопрос, который, казалось бы, крайне банален, тупо нету на просторах нашей сети, на русском языке. И, специально для тех, у кого возникли с этим трудности или какие-либо вопросы, прошу посмотреть данный ролик. Вот с этого момента попадут. В игре существует несколько видов маунтов. Они же скакуны, лошади и так далее. Самых обычных из них можно получить за повышение своего боевого рейтинга или БР в режиме приключения. У неё повреждение мозга, потому и дешёвое. По достижению 50 тысяч БР вы получите доброго симпатягу по имени Витрагон. Далее, повышая свой БР, ваш Витрагон будет эволюционировать и развиваться. Сперва он превратится в боевого коня и обзаведётся бронёй. Затем у него появятся шипы и имя сменится на бронебой. Далее, ко всему вышеупомянутому добавятся сияющие языки пламени. И по достижению 120 тысяч БР вам дадут финальную стадию этого маунта по имени Астральный Конь. И вы станете ну просто гипермощным чуваком. Шутка, нихуя не изменится. Ибо все эти маунт дают лишь бонусы в самом режиме приключений. В ПВП режимах же вам добавят лишь немного понтов. Что в принципе тоже неплохо, ведь отсюда же и боевой дух, и уверенность в своих силах. Также в игре существует и маунт, которого зовут Серый Волк. Его уже можно получить за старый добрый донат, вложив каких-то 149 долларов 99 центов в игру. И небольшое уточнение, сам по себе Волк бесплатный. Но получить вы его сможете именно после внесения вышеупомянутой суммы. Серый Волк имеет две стадии эволюции. Первая из них это Кровавая Луна, вторая Звездочет, которые будут повышаться вместе с вашими вложениями денежек в игру. А далее на очереди Феникс. Этого маунта можно получить за достижение в Небесном Колизее. Попадая ежедневно в список топ 100 данного режима, вы будете каждый понедельник получать осколки Феникса. Количество полученных осколков будет определено вашим местом, занимаемым в этом списке. И когда вы наконец-то соберете необходимое количество осколков, вы сможете обменять их непосредственно на самого Феникса. Затем этими же самыми осколками вы сможете повышать ступени этого маунта. Первая стадия развития это Сметенный Феникс. Вторая Загадочный Феникс. Но для получения этой птички вам придется неслабо попотеть. Ну или само собой вложить энное количество своих кровных, дабы ускорить развитие своих персонажей. Еще одна разновидность Скакуна это Грозовая Тень, имеющая две стадии развития в Небесного Скакуна и Золотого Коня. Данного маунта можно получить за достижение в инстанции под названием Древние Ущелья, которые вы также найдете в режиме приключений. Ну и последний имеющийся в игре вид транспорта это такой забавный мотороллер под названием Ловец Звезд, который как и все прочие имеет свою ветку эволюции в Ловца Луны и Ловца Солнца. Его вы можете получить в событиях под названием Соло Бой, которые находятся в разделе Битва Королей. Ну что ж, это все имеющиеся на данный момент маунты, если же вы уже обзавелись каким-либо маунтом, но не знаете как его установить, для этого вам необходимо кликнуть настройки боя, затем свое, тут уже пролистать до раздела особые маунты и здесь же вы уже найдете всех-всех-всех маунтов, которые имеются в игре. Надеюсь в этом ролике вы нашли ответы на вопросы касающиеся маунтов, обязательно напишите об этом под этим видео. С вами был Декор, до скорых встреч!